Успехы для меня, наверное, как и для всех людей, это достижение поставленных целей, это уложение моих коллег, это в первую очередь, самое главное, наверное, это счастье в глазах моих пациентов и слова их благодарности. Мужчина по своей сути завоеватель, он охотник, и ему важнее больше реализоваться в социуме, завоевать какую-то часть территории, поймать какую-то добычу, а потом вернуться домой и там черпать какую-то энергию от женщин. Внешний вид доктора – это и наша визитная карточка, и наша самореклама. И достаточно часто пациенты приходят ко мне на первичную консультацию и отмечают, мы посмотрели на вас, на ваш внешний вид, на вашу ухоженность, мы вам поверили и решили остаться. Для меня важнее адекватность пациента, здравомыслие, готовность идти на контакт и доверие ко мне как к специалисту. То есть если уже пациент выбрал специалиста, то нужно ему доверять, ведь я тоже доктор, но я никогда не говорю педиатру или терапевту, не диктую какую-то терапию. Сейчас в тренде быть здоровым, молодым и красивым. И пока не найден эликсир молодости, эстетическая медицина будет бурно развиваться. И будущее, я все-таки думаю, за регенеративной медициной. То есть стволовые клетки, возможно, будет найдена какая-то таблетка волшебная, я тоже не могу этого отрицать. Баланс, вот он очень тонкий, этот баланс. Если мама отсутствует 10-12 часов дома, 6 дней в неделю, то уже, конечно, о балансе и гармонии не может идти речь. Поэтому здесь очень важно тонкую грань соблюсти, и тогда, в принципе, все возможно. Мои герои – это украинские женщины, которые, несмотря ни на какие сложности, они всегда выглядят ухоженными, красивыми, подтянутыми, элегантными. И я получаю от этого удовольствие, когда я прилетаю откуда-то, и я в Борисполье вижу наши девушки, наши лица, я вот прям радуюсь, честно.